Воу. Вообще не так уж и жарко. Вот. Ну, я впервые, ну, впервые я опаздываю. Точнее, я не опаздываю, впервые испанец пришел на встречу раньше, чем я. Что, в принципе, очень удивительно, потому что такого, боже мой, как шум, такого никогда не бывает. Я обычно прихожу вовремя, допустим, к десяти часам, а испанский человек приходит к десяти пятнадцати или к десяти двадцати, но сейчас без пятнадцати, сколько, без пятнадцати два, и мне десять минут назад звонил Даниэль, и он уже на месте, ждет меня, а я все еще дома, и сейчас бегу просто сломя голову, или ног, или голову, голову, наверное, говорит. Сегодня идеальная погода. Не так жарко, не холодно. В общем, когда ты можешь идти без шарфа, и тебе комфортно, при этом ты идешь в футболки и в куртки. Такого не было давно. Обычно это слишком жарко, то как-то очень сыро и холодно, но сегодня идеально. Идеально! Я надеюсь, будет идеальный обед, и этот день войдет в календарь хороших дней. Я сейчас поймала себя на мысли, что всегда, когда я встречаюсь с испанцами, мы не идем пить кофе. Мне кажется, такого не было никогда. Кофе я обычно иду пить с русскими, там, не знаю, с другими людьми. С испанцами мы всегда идем на обед, либо на ужин. И мы едим столько, столько не едим никогда вообще в жизни. То есть всегда мы идем на какой-то полноценный обед дня, первым, вторым, третьим завтраком и ужином, все в одном, после которого просто невозможно встать из-за стола. Вот. Это происходит всегда так. Не знаю, почему. Даниль – это мой хороший друг, знакомый, который работает в ресторане. Он такой, он знает, где хорошо поесть. То есть это тот человек, который всегда советует места, где вкусно, хорошо покушать. Не для туристов, а для местных людей. Вот. Так он для нас открывает какие-то местечки затерянные, где ни одного туриста, только настоящие испанцы едят настоящую еду. И сегодня мы пойдем в такое место, я надеюсь. Хотя оно находится в центре города. И мне не верится, что в центре города может быть что-то очень хорошее, куда пойдет испанец кушать. Вот. Но посмотрим. Продолжение следует... Ну, vale. Это вот этот человек самый дружелюбный, самый... Я не знаю, как объяснить, но это самый энергичный испанский человек на всей планете, который знает, где поесть самую вкусную еду, который знает, почему она вкусная, как ее приготовили, Какой официант? Собака. И он так. Он так. Почему стоит кушать в этом кафе, а не в другом? И я всегда ему доверяю, и всегда это просто самые классные места во всей Валенсии. Мы ели, раз и чат, это типичное валенсианское блюдо, которое состоит из... Готовится оно на морском бульоне, на морском, на рыбном бульоне. Готовится на рыбном бульоне с морепродуктами и с федуа, что значит федеуа, как это называется? Федеуа. Федеуа. Федеуа, что это типико для гандиа. С маленькими такими вермышельками, тоненькими. И суть этого блюда в том, что оно очень тонко-тонко-тонко на огромной сковородке, и его нужно сошкребать с нее. И, собственно, название это, оно как бы заключает в себе вот это действие сошкребания чего-то с чего-то. Не знаю, я это очень странно не сделала. И ты, что ты говоришь в русском? Да. Что больше? Ну. Ну, что? Ну, а ну. Вин. Это что? Вин. Вин, да? Нет. Как это называется? Хорошо. А, хорошо. 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 И опять забыла, как его называют. Монсухат. Я забыла, как его зовут. Монсухат. Сик. К... Продолжение следует...